ступени три года не получается обучаться дальше постоянно какие-то события выводят из строя философия хромает подскажите идти на третью ступень конечно несомненно вся идея ступени заключается в том что они поднимают человека от ступени к ступени взращивая в нем духовное звено и я обычно говорю что школа она подразделяется на до четвертой ступени и после почему я это говорю получение отмана которая происходит на четвертой и пятой ступени это некого внутреннего фокуса или настроя человека на некие чувства которые возникают в человеке помогают человеку вырваться из того мира в котором он вынужден конкурировать во время проведения своих ступеней я часто говорю да в этом мире можно жить и ничем не заниматься конечно но в таком мире в котором мы живем есть правила конкуренции в этих правилах конкуренции побеждает тот кто сильнее умнее быстрее проворотливее или поворотливее возможно кто более агрессивнее возможно еще кто-то и знаете конкурировать допустим я проживаю в городе в котором живет там 11 миллионов человек достаточно сложно то есть ты заведомо знаешь что тебе придется конкурировать с таким огромным количеством людей должен быть либо мега каким-то удачливым либо мега каким-то еще но удачливый нет потому что это эзотерическое качество но допустим если я занимаюсь работаю в офисе и у меня работа заключается в том чтобы там писать что-то отвечать то есть я в день должен делать больше быстрее для того чтобы продвинуться при этом не должна быть коммуникация успех и там в этой коммуникации и так далее таким образом можно сказать что человеку который живет в такой среде очень сложно пробиться очень тяжело конкурировать шестью миллионов человек шестью миллионами человек и я обычно говорю да тяжело конкурировать если человек не знает эзотерики почему в эзотерике другие правила допустим если в обычной жизни эзотерика тоже бывает темное и светлое или серое и белое как угодно это можно называть эзотерика обычных людей это обычная жизнь человека который грубо ставит свою судьбу на волю наверное проведения то есть что будет то будет чему бывать тому бывать и так далее то есть он живет ходит на работу к чему-то стремится чего-то хочет может быть молится там кому-либо и второй вид эзотерики человек знает что он вправе изменить что-либо в своей жизни и имеет на это силы таким образом он изменяет свою философию допустим при помощи слов скоро у меня это будет на все божья воля знаете есть еще и такой человек его конкуренция она исключительно связана с его духовностью духовность в этом случае как бы в глоссарии моем которая составила для учеников школы не обозначает какое-то определенное знание которое связано с духовенством и связано с развитием религии а связано с неким восприятием мира через принцип доброты желание делать добро близким не ковыряться ни в чем плохом не искать поводы для того чтобы разрушать семью то есть быть таким максимально добрым теплым человеком который живет своей жизни и я как у руководители школы обычно утверждаешь да это дает возможность или дает способности человеку развиться при помощи духовности развивая успех в своей жизни есть другая сторона анти духовность то есть да действительно существуют люди которые ставят для себя задачу в конкурентной борьбе использовать черную магию какая-то магия и что я подразумевают то есть если мы как у руководителя обучаясь у меня подразумеваем развитие духовности то такие люди подразумевают развитие анти духовности то есть они считают что кидануть обмануть насолите на хамить обсудить посадить убить как там белорусский президент говорит замочить по замочить это убить то есть человек собрал людей говорит мы их могли замочить тех могли замочить один еще там говорил мочить сортире это же анти духовность согласитесь это в социуме гуманитарном социуме в социуме которая собирается быть но филантропическим таким руководители страны говорят о том что нужно мочить о том что кого-то замочить о том что кого-то замочили от обсуждают между собой замочить это убить разве это возможно говорить стране в которой есть религия христианство которое утверждает что нужно подставить левую щеку и правую щеку что человека можно любить что нельзя убивать это смертный грех